МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. 120 лет со дня канонизации преподобного Серафима Саровского исполнилось 1 августа. Аномальная жара пришла в Нижегородскую область, как защитить себя от солнца. Новые киоски и павильоны появятся в городе. Заявки на предоставление торговых мест принимает администрация. Подробности далее. Чрезвычайное происшествие или закономерный результат. 27 июля на странице администрации появилась публикация о значительной тече, которую зафиксировали на гидроузле городской. Результат – резкое снижение уровня реки Сатис, ниже нормального подпорного уровня – 119,8 метров по Балтийской системе. Однако течёт наша плотина уже не первый год. Гидроузел не держит воду должным образом около пяти лет. В 2018 году на ремонт затвора выделяли порядка 2,5 миллионов рублей. Но проблема осталась и только усугублялась с каждым годом. Насколько я знаю, с 2019 года эта проблема существует по уплотнителям затворов. То есть затворы у вас всегда текут с той или иной интенсивностью. И в особенности в меженые периоды, это когда лето, высокие температуры окружающей среды, мало дождей, или зимой во время зимней межени, когда низкие притоки рек Сатис и Саровка, происходит ситуация, что приток со стороны рек меньше, нежели расходы, которые пропускают затворы в своём негерметичном состоянии. В результате чего происходит постепенное понижение уровня воды. Подрядная организация «Спецантех», ответственная за содержание гидротехнического сооружения, занимается работами по установке аварийных затворов и восстановлению старых. С задачей планирует справиться в течение двух недель. Однако мера временная – менять нужно всю плотину. Это было вызвано размытием дна, уже состоянием самой плотины. То есть это неизбежная ситуация. Я не проектировщик и не сметчик, поэтому стоимость, естественно, мне неизвестна. Но деньги колоссальные, надо менять всю плотину. Никаких гарантий, что ситуация в будущем не повторится, нет. Однако и снижение уровня воды до отметки порога бесследно не пройдёт. В первую очередь обмеление реки губительно скажется на водных обитателях. Рыба в реку вернётся, но только после того, как вода в ней придёт к нормальному уровню. А по предварительным прогнозам, произойдёт это только в период весенних поводков, считает Александр Белов. К сожалению, из-за такой динамики наполнение прудов, которые располагаются на таких реках, возможно только лишь зачастую в весенний период, когда приходит большой расход и много воды. Поэтому, если случилась такая ситуация, что пруд опорожнился, то с высокой долей вероятности наполнение его произойдёт только в следующий весенний период, после снеготаяния. Также при резком опорожнении водохранилищ происходит деформация депрессионной кривой в грунтах. Из-за этого вырастают очень сильно скорости потоков грунтовых вод в береговых зонах. В результате этого происходит вынос грунта и габиона размывает. Такой эффект мы, к сожалению, наблюдаем из года в год. И велика вероятность, что такая картина повторится вновь. В прошлом году у вас такой эффект был, к сожалению, в районе Стрелки на реке Саровка, где у вас произошло разрушение части габионных конструкций, как раз из-за того, что был неконтролируемый вынос песка из-под габиона существующей стенки. Сейчас остаётся только ждать и надеяться, что река справится с выпавшими на её долю испытаниями и будет готова к грядущим. Прогулка по скверу на улице Садовой теперь будет сопровождаться ароматами кофе и выпечки. Саровские предприниматели выступили с инициативой поставить в этом месте павильон, который утвердили в рамках предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов. Мы рассматриваем предложения, поступившие в администрацию от граждан, от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или от самозанятых, о включении какого-то нового места в схему размещения. Это место, которое заявил гражданин или индивидуальный предприниматель, соответствует всем требованиям и не противоречит действующим нормам законодательства. Оно уже утверждается комиссией и инициируется и выносится проект на утверждение Городской думы города Саров. На прошлой неделе Городская дума утвердила возможность размещения бахчевых развалов и елочных базаров в сезон. Реализовывать свою продукцию можно будет на 12 квадратных метрах по улице Шверника в районе дома 17 и на улице Силкина около дома 30. Для подачи заявления на организацию бахчевого развала им необходимо заполнить заявление, принести копию паспорта, затем им необходимо предоставить нам копию свидетельства обстановки на учет в налоговом органе и предварительно им нужно будет согласовать в департаменте архитектуры как раз визуал этого места, какое оборудование они планируют разместить. Напротив центральных бань около бокового входа в парк имени Зернова может появиться павильон в составе остановочного комплекса. Для размещения там нужно будет подготовиться тщательнее. Помимо основного пакета документов, саровчане должны предоставить полноценный строительный проект, согласованный с департаментом архитектуры. С 2020 года в связи с ковидом прекратилась праздничная торговля 9 мая. Теперь ее планируют возобновить. Чтобы нам не зависеть от внешних обстоятельств, нам проще включить все эти места для праздничной торговли в схему НТО. И таким образом, уже начиная с 2024 года, предприниматели в порядке в определенном, они подадут к нам заявление и уже совершенно спокойно смогут реализовать свою продукцию. Ну а мы в свою очередь поможем горожанам и красиво сопроводим наш парад. Заявку на размещение нестационарных торговых объектов можно подать со 2 по 15 августа в рабочее время администрации в кабинеты номер 126 и 127. Получить консультацию можно по телефону 3-41-55 и 3-42-00. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Регистрация прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН, выдача паспортов, регистрационный учет граждан, действия с учетной записью на портале госуслуги. Это самые популярные услуги, которые предоставляют нижегородцам в МФЦ. В честь своего десятилетия многофункциональные центры региона подводят итоги. Ранее все МФЦ были децентрализованы, а гражданам оказывалось всего около 70 услуг. Сегодня многофункциональные центры имеют единую структуру, и жители в них могут получить свыше 300 услуг. Из 300 услуг этих есть услуги, которые мы даже порой иногда забываем, что они у нас есть, потому что они настолько непопулярные, невостребованные, может быть, потому что люди не знают. Сейчас, например, апостелирование документов мы делаем для вывоза за границу, для отправки за рубеж, необходимое проставление апостиля. С Минюстом у нас заключено соглашение, мы апостилируем часть документов. Вот эта услуга пока только начинает свою популярность набирать. Она у нас есть, это можно сделать в любом МФЦ. Перед посещением отделения рекомендуют зайти на официальный сайт МФЦ и посмотреть, есть ли нужная услуга в отделении и какие документы необходимы для ее получения. Всегда можно позвонить в Центр телефонного обслуживания заявителей 422-1421 и получить консультацию специалиста. Статус готовности тех или иных заявлений в МФЦ можно проверить на портале ОМФЦ самостоятельно. Запущен механизм проверки статуса документа по ПИН-коду, который присваивается каждому пакету документов при приеме в отделении МФЦ. Хочется еще обратить внимание тоже в этом же ключе. Поскольку МФЦ история очень популярная, естественно, есть мошеннические вещи. Очень много сайтов, клонов. И обращайте внимание, пожалуйста, что мы никогда ничего там не требуем, никаких, естественно, финансовых вложений и так далее. Вводить свои персональные данные лишний раз тоже не требуется никогда. И у нас сайт, он у МФЦ-ну.ру, то есть он у нас понятный официальный сайт. За время работы МФЦ гражданам было оказано более 22 миллионов услуг. С каждым годом статистика только растет. Порядка трех миллионов услуг оказали нижегородцы многофункциональные центры за прошлый год. В каждом отделении МФЦ сегодня существует сектор пользовательского сопровождения. Посетители многофункционального центра могут получить консультацию специалистов по работе с порталом госуслуги. Сотрудники выходят туда, где собираются люди, желающие поучиться. Очень много мы выходим в соседские центры. Мы работаем с организациями, со школами. То есть туда, откуда идет запрос. Сделать это достаточно просто. Надо просто прийти в МФЦ и сказать, что мы готовы собрать группу людей, которые хочут обучиться. В любом МФЦ, в любого района области запишут, и мы решим, кто, куда, как выходит и обучают. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В этом году лето не радует нас солнцем и теплыми днями. Тем не менее, после продолжительных дождей солнце вновь печет с новой силой и на улице становится жарко. Высокая температура воздуха оказывает серьезное влияние на организм человека и приводит к перегрузке всех систем и органов. Особенно страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и мочеводелительная системы. Для того, чтобы избежать перегрева, тепловых и солнечных ударов, соблюдайте нехитрые правила. В первую очередь наладьте питьевый режим. Всегда носите с собой бутылочку с водой, чтобы защитить организм от обезвоживания. Избегайте сладких, газированных и алкогольных напитков. В дни сильной жары старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 15 часов. Воздержитесь в это время и от интенсивных физических нагрузок. Чтобы не простудиться, избегайте сквозняков и не пейте очень холодную воду. Соблюдайте режим приема лекарств, если у вас есть хронические заболевания. Также составляйте свое меню на основе легкой пищи. Ешьте больше фруктов, овощей, рыбы, курицы и холодных супов. Ограничьте потребление жирной, острой и копченой пищи. Помните о правилах санитарной гигиены. Тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, а мясо и рыбу обязательно проваривайте. В жаркие дни носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку, солнцезащитные очки. Не забывайте использовать и солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от негативного влияния ультрафиолета. Как вообще понять, нужен ли солнцезащитный крем или нет? Вы заходите в любое приложение погоды, и там смотрите, есть значок ультрафиолетовый индекс. Так вот, если ультрафиолетовый индекс 2 и выше, соответственно, нужно использовать солнцезащитный крем. Нужно наносить, во-первых, в необходимом количестве. Это где-то 5 мл, то есть 1 чайная ложка на лицо и шею. При длительном нахождении на солнце и после купания солнцезащитный крем необходимо обновлять. Специалисты рекомендуют использовать средства с фактором защиты от 30 до 50. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В большинстве регионов России наблюдаются угрозы с мая по сентябрь. Стихийное явление может возникнуть внезапно и застать человека на улице врасплох. На открытой местности шансов встретиться с молнией гораздо больше. Электрический разряд чаще всего попадает в одиноко возвышающийся объект. Это может быть дерево или человек. Поэтому, если оказались во время грозы в лесу, садимся под низкорослое дерево или куст. То же самое делаем в городе, если укрыться негде. Зонт во время грозы лучше сложить, потому что он может сработать как антенна и притянуть к себе молнию. Это связано с тем, что зонт частично сделан из металла, который в свою очередь хорошо проводит электрический ток. И это не излишняя осторожность. Внимание, кадры реальные. Украшения, серьги, пояса, браслеты, кольца лучше снять. Кроме того, стоит избавиться от ключей в кармане. Старайтесь избегать антенн, линий электропередач и металлических ограждений. Также сотрудники МЧС предупреждают разговаривать по мобильному телефону во время грозы. Плохая идея. Желательно отключить гаджет, пока молния не обойдет стороной. Если гроза застала вас в автомобиле, специалисты советуют его не покидать. Переждать грозу лучше внутри, закрыв окна и опустив антенну радиоприемника. При наличии мотоцикла или велосипеда стоит положить их в сторону и отойти на 20-30 метров. Лучшее укрытие все же это какое-либо строение – магазин, аптека или подъезд. Поэтому старайтесь как можно быстрее спрятаться в здании. Правила безопасности при грозе напомнили Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В этом году исполняется 120 лет со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и причисления его к лику святых. В Дивееве с 31 июля по 1 августа прошли торжественные дни. К обители стеклось огромное количество паломников, волонтеров и почетных гостей. К юбилейной дате приурочили и множество праздничных мероприятий. На Нижегородскую землю прибыл и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Еще задолго до начала богослужения под лучами палящего солнца многочисленные верующие со всех концов России уже стояли на площади перед Преображенским собором Дивеевского монастыря. Здесь под сенью, украшенной цветами, прошла праздничная божественная литургия в день памяти любимого русского святого преподобного Серафима Саровского. Народ, монахи-необители и сон мархиереев торжественно встретили предстоятеля Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла. Божественная литургия прошла перед дракой с мощами святого Серафима. Патриарху Кириллу сослужил и митрополит Нижегородский, и арзамасский Георгий. Накануне празднования 120-летия со дня обретения мощей Серафима Саровского в Троицком соборе Серафима Дивеевского монастыря прошла малая вечерня и всеночное бдение. В соборном архиерейском богослужении участвовали 24 священнослужителя. На праздник в Дивеевскую обитель приехали почетные гости из области и всей России. Со своим пастырским словом к собравшимся обратился патриарх Кирилл. Благодать Божию с нами, сила Божия, которую мы чувствуем, которой мы питаемся, которая помогает нам жить. А преподобный Серафим, он тоже сегодня с нами, иначе быть не может, он в своей обители, он радуется всему тому, что он видит, он радуется, как народ наш вышел из плена без Божия. Ваше Святейшество, благодарим, что Вы регулярно не оставляете нас в своем внимании, посещаете Межгородскую землю. И мы будем за Вас целубо молиться, Ваши помощники, соработники, и пускай Батюшка Серафим помоществует на всех Ваших путях жизни патриаршего служения. Митрополит Георгий подарил патриарху икону Батюшки Серафима. Предстоятель Русской Православной Церкви также сделал ответный подарок для обители. В Серафимовские дни на восточной окраине села Дивеево в Палаточном городке прошел третий межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Такими словами преподобный встречал каждого, кто приходил к нему за духовной помощью и наставлениями. В рамках форума участники встретились с известными людьми из разных сфер общественной жизни, которые поделились опытом своей жизни и деятельности. И, конечно, молодежь выступила в качестве волонтеров на Дивеевских торжествах. Моим послушанием была встреча ВИП-гостей. Понравилось абсолютно все. И атмосфера, и благодатный дух какой-то. Ощущается этот приподнятый дух. Действительно, нет никакой усталости абсолютно. Мы все тут. Мы все рады от того, что присутствуем на этих торжествах. Очень рады, что удалось поучаствовать, что заявку отобрали и взяли. Палаточный городок принял около трех тысяч человек – паломников и волонтеров. Накануне Дивеевских торжеств патриарх Кирилл осветил в Арзамасе отреставрированный Воскресенский кафедральный собор. В городе прошел и международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Батюшку Серафима почитают по всему миру. Для обителей и всей Нижегородской земли – День памяти святого – особенный праздник. Ежегодно на серафимовские торжества в Дивеево стекаются паломники со всех регионов России и даже зарубежья. Мы приехали из города Кирова. Нам здесь очень нравится, красивая атмосфера, ухоженные сады. Очень хорошо и служба, просто на высшем уровне. И служба нам понравилась. И повидали Кирилла, Московского. Приехали мы из Нижнего Новгорода, практически 200 километров, для того, чтобы приблизиться, наверное, к святыне, почувствовать что-то новое, может быть, что-то в себе открыть. Здесь мы первый раз, Дань? Да. Я здесь сама, на самом деле, второй раз. Но с ребенком мы впервые приехали. После богослужения мощи преподобного Серафима Саровского торжественно перенесли в Троицкий собор. На праздник из многих мест Нижегородчины в Дивеево приходят крестные ходы. В Серафимовские дни паломники из Сарова также прошли пешком до обители и обратно. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Мы все поздравляем тебя с твоим юбилеем, с твоей круглой датой, 10 лет. С шутками, теплыми пожеланиями и цветами семья встречает столетие Александры Федоровны Сениной. Трое детей, пятеро внуков, пять правнуков и даже праправнучка. Именинницы однозначно есть чем гордиться. Родилась Александра Федоровна в мордовском селе Гуляеве. После школы поступила в Саранское медучилище, по окончании которого познакомилась с мужем Василием Егоровичем. Село большое-большое. У них был поголовный ступной тиф. И нас туда всех отправили в командировку. И вот на подворных обходах я нашла вечеран войны. Он был вечеран войны, пришел уже с войны. И вот познакомились с ним. И мы долго с ним вот прожили. Ему всегда говорят, Сенин, ты большой, а у тебя что, шурт какая маленькая? А он всегда говорит, я никогда ее на какую-нибудь большую не сменяю. Вслед за супругом Александра Федоровна приехала в Саров. Сначала работала медсестрой в поликлинике, потом устроилась на эту же должность в детской ясли номер 8, где проработала до пенсии. У женщины сохранилось множество воспоминаний о детстве и молодости в непростые военные годы. Отец был на фронте, мама рыла окопы. По словам Александры Федоровны, голод она не застала, благодаря обширному хозяйству и знакомым. Тетка работала на железной дороге, а там дядя был знакомый, а у них была своя пекарня. И вот там в этой пекарне вот такие вот эти караваи круглые пекли. Она принесет вот тетке вот этот хлеб-то. Всем поделим, вот этот хлеб, всем делили. Александра Федоровна всегда следит за новостями, с радостью принимает гостей и часто шутит. Говорит, что всегда важно оставаться легкой и позитивной, ведь возраст лишь цифра, если молод душой. Я что говорю, сто лет, а у меня морщин нет. Понимаете, вот сто лет, а у меня нет морщин. А другие, ну я раньше в молодости всякими мазюлками я никогда не мазалась. Какой есть, такой есть. Когда если уж на солнышко там загорю, может быть чем-нибудь вот, сметаной помажусь или чем-нибудь. А всякими мазюлками я никогда ничем не мазалась. Вот у меня и нет морщин. Официально день рождения Александры Федоровны родители зарегистрировали 3 августа, но празднует она его 2 числа. Именно в этот день она появилась на свет и ежегодно принимает поздравления от родных и близких. Это любимая бабушка, бабуля, как я ее называю. Поэтому сто лет – это, конечно, очень круто, очень стильно. Мы любим ее все, мы ее очень-очень дорожим. У многих мордовских родственников Александры Федоровны нет возможности попасть в город. Поэтому она продолжит принимать поздравления на выходных уже в Саранске. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Пост о бездомной бабушке, ночующей в подъезде, опубликовали в сети поздним вечером 26 июля. Публикация быстро стала резонансной. На следующий день сотрудники соцзащиты выехали по адресу. Но пожилой женщины там уже не было. Оказалось, она приходит в подъезд на ночлег. Специалисты вернулись сюда уже вечером, смогли поговорить с ней и попытались выяснить ее историю. Очень неохотно она предоставляет информацию о себе. Только очень красочно и ярко описывает те моменты, когда с ее слов были произведены квартирные махинации, и она осталась без жилья. Соответственно, мы сейчас будем тоже с этим работать. Мы подключим своего юриста. Мы попытаемся обратиться в полицию для того, чтобы эти протоколы были, чтобы хоть как-то немножко выяснить историю, которая была с этими квартирами. Пока только удалось выяснить, что бабушка была выписана за черту города по решению суда еще в июле 2021 года. И все это время на территории Сарова она находится незаконно. В комментариях к постам об истории бездомной женщины было немало обвинений в бездействии городских служб. Но дело в том, что помочь ей пытаются с первого дня. Предлагают медицинский уход в стационаре, а также проживание в специализированном учреждении. От предложения она отказывается на отрез. Ну а что я там была делать за зоной? Я здесь родилась, многих знаю. У меня приятели были, например, подружки. Помню, чтобы за зону вытряхнули, как из мешка, картошку. Ну там же специальный пансионат, где вы будете... Да не надо мне идти в специальный пансионат. Я здесь родилась в городе. В здании соцзащиты пожилая женщина уже во второй раз. В этот раз сотрудники разыскивали ее по городу. Нашли на кладбище, куда, по словам очевидцев, она приходит по утрам, чтобы собрать еду. Сейчас специалисты зашли в тупик, потому что невозможно помочь человеку, который от этой помощи отказывается. Ну вот результат сегодняшней беседы очередной. Вы видели, что человек наотрез отказывается от любой помощи и устраивает этот образ жизни, который она ведет. Мы, безусловно, будем пытаться. Итог разговора предсказуем. От помощи женщина отказалась. Вероятно, вернулась к привычному образу жизни. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Случаи неизвестного заболевания зарегистрировали в июле в египетской провинции Кена, в 600 километрах к югу от Каира. На недомогание, слабость, повышение температуры пожаловались порядка тысячи местных жителей. Симптомы схожи с лихорадкой Денге, которая передается людям воздушно-капельным путем от комаров. Пока что египетская болезнь выявлена только в одном населенном пункте страны. От человека к человеку, по данным литературным, пока не передается. Переносчиками являются комары, ну, может быть, там, другие какие-то насекомые. То есть, это несвестивный путь передачи. То есть, при укусах комаров заражаются люди. От человека к человеку на данный момент вроде пока заболевание не зарегистрировано. Египетская болезнь, как и лихорадка Денге, распространяется в южных странах с тропическим и субтропическим климатом. На территории России пока нет случаев заражения неизвестным вирусом. А вот лихорадка Денге периодически встречается. В прошлом году ей заболели 29 россиян. Все они приехали из южных стран. Симптомы Денге – высокая температура, сильная головная боль, боль глазного яблока, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, опухшие железы, сыпь. В большинстве случаев болезнь протекает легко. В редких случаях Денге может привести к летальному исходу. Для тех туристов, которые планируют отдыхать в Египте, врачи рекомендуют соблюдать несколько важных правил. Для того, чтобы максимально изолировать контакты с этими насекомыми, надо использовать одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. Это первое. Использовать препараты, которые отпугивают или уничтожают насекомых. Это второе. Потом, если в помещениях имеются окна и двери, они, конечно, имеются, то должны быть москитные сетки. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, сразу обращайтесь к врачу по месту пребывания. Если недомогание началось по возвращении из отпуска, то обязательно сообщите врачу о вашем путешествии. Сейчас Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, которые прибывают из Египта. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Сергей Яковлева с детства привлекали корабли и водные стихия. Мальчиком он все время мастерил парусный транспорт из различных материалов. Часто маленький Сергей проводил время на берегу реки и смотрел на речные корабли. И мечтал, что однажды и он пойдет по воде на своем судне. После 10-го класса Сергей Михайлович поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. После пяти лет учебы на Дальнем Востоке для дальнейшего прохождения военной службы его направили на Северный флот. Во время учебы моряк участвовал в военном походе в Индию, прошел Тихий, Индийский и Атлантический океаны. Был участником трех боевых походов в Средиземном море, в том числе два похода без плытья. То есть, как мы погрузились на Северном флоте, ушли в Средиземное море, то есть через Атлантик, в Средиземную море. Вошли там месяц, погоняли американцев, потом вернулись назад. И только на Севере опять всплыли. Виктор Федорович Ваняев 40 лет прожил на Севере. 10 лет был старпомом. Остальные 30 занимал должность капитана. Закончил речное горьковское училище. Ходил по Волге от Москвы до Астрахани. Потом мужчину призвали на Северный флот. Там он служил на атомной подводной лодке «Азухе». Потом при колошении к командованию получали новые пароходики. Я ходил в командировку, пригонял эти новые пароходы в Гаджиеву, в эту базу. И потом на разных судах работал уже вольнонаемный. Участвовал в спасении подъеме. Вы слышали, наверное, Курск погиб. 118 ребят молодых погибло. Матрос Геннадий Николаевич Бычков – военный водитель. На Северный флот мужчина попал, когда его призвали на военную службу. За это время Геннадий Бычков проехал практически всю территорию Кольского полуострова. Из окна машины он увидел много нового. Посещал базы подводных лодок, катеров, аэродромов. В группе обеспечения Геннадию Бычкову довелось возить начальника связи ВМФ контр-адмирала Крылова. Они приехали в то время, когда у нас там случился форс-мажор, метель сильная. Когда мы с аэропорта до Североморска добирались, ну, в нулевой видимости практически. Там видимость была где-то в пределах пяти метров. Но мы доехали. Сейчас мужчины – члены городской организации ветеранов ВМФ. Организация появилась в Сарове в 2004 году. А в 2011-м силами членов и друзей организации открылся уникальный для нашего города музей военно-морской славы. Это место – живое продолжение морской мечты тех, кто когда-то предпочел зыбкие, бушующие волны, спокойной и твердой земле. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова